В нашей Зооветеринарной Харьковской Академии была конференция, которая была посвящена санитарно-ветеринарной экспертизе, а именно ее годовщине. Нас пригласили в качестве гостей. Мы пришли туда не с пустыми руками, так как поздравить Зоовет Академию, с которой мы также тесно сотрудничаем. Мы подарили им коллекцию птичек, а именно попугаев, корел. Почему именно корел? Потому что они не боятся холода, их не нужно будет убирать какое-то зимнее помещение. То есть они всегда будут радовать посетителей и студентов. Мы очень тесно сотрудничаем, именно мы хотим сделать там небольшой контактный дворик, который будет предоставляться животным экопарком, чтобы маленькие посетители Малой Даниловки смогли поиграться, посмотреть. И при этом они будут чувствовать себя как в экопарке, потому что будет дворик довольно-таки похожий на экопарк. Эта делегация – это ученики, ветеринарно-санитарные эксперты из всей Украины, из учебных учебников. Это Дніпропетровский государственный аграрно-экономический университет, Полтавская государственная аграрная академия, национальный университет бюресурсов и природопористов, львовский национальный университет ветеринарной медицины и биотехнологий имени Гжицкого. И другие вузы – Одесская государственная аграрная академия. Из Украины приехали ученики для того, чтобы участие в науковой конференции, которая посвящена 140-й речнице, дня народжения, ученого ветерина-эксперта, профессора Петрова Олексія Михайловича. И после этого приехали в экопарк, потому что это достаточно известный заклад культуры, освяти, заклад охраны природы, заклад, где можно проводить чудово время. И это особая памятная, это особая визитная карточка миста Харкова. Всем гостям очень понравилось, потому что не в каждом месте есть такие возможности увидеть вот такое диво, чудо природы. Мы поддерживаем дружные отношения, дружные связки, уже тривали время, с самого начала засунования экопарка. И действительно, это хорошая база для того, чтобы фаховцы стали. Сегодня нас Валерия сопровождала против нашей экскурсии, это наша студентка, магистрантка, которая заканчивала нас магистратой. Именно здесь проходит практика для многих студентов зооветакадемии на факультете ветеринарной медицины, потому что здесь довольно-таки множество животных, это экзотические. По сравнению с зооветеринарной академией, там бывший сельский дворик, ну, сельское хозяйство, и у них нет возможности содержать в основном птицу. Птица, приматы, копытные, это очень интересные животные, хищники, поэтому студенты стремятся поехать в экопарк, чтобы узнать что-то новое. Очень бы хотелось, чтобы, может быть, мы как-то поспособствуем этому на ветеринарном факультете, возможно, еще открыть кафедру экзотических животных, потому что это сейчас востребовано, и я думаю, довольно-таки было бы интересно для студентов. Специалисты востребованы, потому что сейчас, как мы видим, тенденция к содержанию экзотических животных дома, таких как даже кошек, сервалов, каракалов, различных птиц, ар, рептилий, довольно-таки распространенно, и поэтому все-таки ищут люди, которые их содержат дома, таких специалистов, как экзотологи. Мы бы с зооветеринарной академией на базе нашего экопарка могли бы готовить таких специалистов для выпуска.